Привет! Как дела? Сегодня мы с вами посетим собачий фестиваль Pet Shop Days в Санкт-Петербурге в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова. Народища уже много собрал. Во себе, вон собачки идут. Надо очередь стоять. Наверное. Итак, проходим через мостик и попадаем в парк ЦПКО. Навстречу нам уже идут отгулявшие на фестивале собачки с их хозяевами. Ну, а кто-то только-только направляется туда. Вот такие корги по пути нам встречаются. И сейчас я покажу вам частичку этого парка. Так как парк находится на Крестовском острове в центре Санкт-Петербурга, нам приходится пересекать некоторые мосты через речки и каналы. Здесь вот на этой реке катаются на катамаранах. И также я нашла собачников, которые решили искупать своих собак в прохладной водичке, потому что в этот день стояла практически 30-ти градусная жара. Это был конец августа, прошлое воскресенье. И как раз в этой водичке несколько собак гонялись за мячиком. Смотрите, как это было весело. Я аж прям замерла минут на 5, снимала это действие. Смотрите, как это было весело. Смотрите, как это было весело. Смотрите, как это было весело. Иди сюда. Смотрите! Смотрите, как это было весело. Иди сюда, как это было весело. Допустите! Иди сюда! Венедикамитесь. Найдете! Найдете. Иди сюда. Найдете! Дальше. Нет. Нет, нет. ну а мы движемся дальше по направлению к месту где проходил фестиваль и проходим через парк где кстати находится живой зоопарк вот в этом вольере допустим живут говорящие вороны дальше идет кафешечка которую тоже надо пройти в этом году более 46 тысяч человек посетила праздник и около 13 тысяч животных пришло на pet shop stay и многие люди уже уходили с праздником многие еще только шли как и я и знаете что я обнаружила практически на поступок к фестивалю живой оркестр и пенсионеров которые танцевали танго ну а также дети веселились кружили рядом с ними вот такие вот бывают танцы петербуржцев в центральном парке на крестовском острове смотрите как это было ну а мы направляемся дальше к главному входу и на входе уже можно увидеть вот такой вот стенд где написано pet shop days 2022 в этом году главная тема pet shop days 2022 кино зайдя на фестиваль я первым делом направилась посмотреть что продают в киосках для собак для домашних животных что интересненького что новенького и обнаружила вот такие вот кроличьи ушки я думаю что для собак это будет интересная игрушка надеюсь что они не из живых кроликов сделаны а также мне указали на другие интересные товары вот в виде вот этой кучки какое-то лакомство продается для собак а также вот такие вот интересные очки рядышком была организована фотостудия для собак где фотографировали животных а также мне рассказали про новые продукты а что это у вас тут такое здравствуйте мы находимся в москве но у нас большое количество большой ассортимент есть коллекция для дрессировки это легкое вымя и рубец кусочками коллекция наукусь есть различные погрызушки уши утиные шеи и прочие разные лакомства из трофеи лопаток в бычьей форме и разные погрызушки разные лакомства там вымя печень легкая рубец в разной форме также есть для лакомок куриные чипсы в общем для зубов да да но это все хорошо спасибо и так как я сняла этот стенд с лакомствами для собак мне дали для челсика я сказал что у меня тоже есть собачка мешочек с лакомством который мы опробовали дома вот такую вкусняшку я получила сейчас будем пробовать понравится ли челсик учился иди сюда смотри чё я тебе дам какие-то вкусняшечки выбирай выбирай себе я сразу весь пакет хочу дать вкусняшечка будешь вот это да зубки чистить кусай вкусно вкусно на вкусняшку дали что тут написано натуральное лакомство без красителей да все съела давай еще одну и пока хватит на сегодня на это тебе спать шоп дэйс док с ланч ням няшечка ням 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 жи вот вот вкусняшечка мняшка мняшка вкусняшка 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 ну а дальше я также продолжала свое путешествие увидела девушку которая несла своего бульдожку вот так вот в детской переноски очень интересный способ перемещения собак также интересно нарядили корги можно было прикупить себе новый костюмчик смотрите какая джинсовка крутая ну и очень много других товаров было представлено на этой выставке дальше я направилась в развлекательную зону можно было что-то покушать в ресторане даже предлагали вот такой вот шампанское ну и естественно мясные блюда также интересным показалось то что у некоторых собак были покрашены хвосты и спины и ушки в различные цвета я нашла такой стенд где делали макияж так скажем то есть гримерка где разноцветной краской для волос наносили собачкам татуаж так скажем да да кстати были и татушки ну вот так это выглядело собаки конечно же были у шокированы тем что с их хвостиками что-то делают но тем не менее стойко терпели и потом уходили счастливые и довольные с накрашенными хвостами и ушами вот как это было вам показываю сейчас ну и кроме этого было очень много различных стендов где можно было заполнить какие-то анкеты поучаствовать каких-то конкурсах и выиграть огромное количество различной еды для собак и кошек а также я увидела вот такой вот стенд где люди фотографировались со своими собаками и через полчаса можно было забрать фотографию на магнитике я решила тоже сесть сфотографироваться вот так вот выглядит теперь фотка на моем холодильнике так как была жара многие люди со своими питомцами просто сидели на траве отдыхали пили водичку и ждали новых каких-то представлений шоу например такие как прыжки в воду то есть все желающие могли принять участие в этом конкурсе и состязании ну там было две категории одна именно состязание из тех собак которые действительно прыгают а другая ну попробовать вдруг получится у вашей собаки и вот как это было интересно и забавно смотреть на новичков которые никогда не прыгали в воду вот с такого вот трамплина не видно лицо собаки там просто глаза впереди носом если вам не жалко мебель дома у нас здесь у нас в детстве так учили плавать Субтитры делал DimaTorzok Происходит личный диалог, попытка уговорить, подкупить, напугать, все что угодно, но пока не получается Как знаете в фильмах мотивационных, ты сможешь, ты самый лучший пес на свете, ты должен это сделать Ну а я конечно же ждала фэйшн шоу, чтобы Зафиксировать все праздничные наряды, интересные костюмы, которые были представлены участниками конкурса красоты Вот какие костюмы мне удалось снять А отдельно подиум и всех участников смотрите на моем канале Peterland, где я сделала целый ролик этого фэйшн шоу Ссылку на который я прикрепила для вас в правом верхнем углу Переходите по ссылочке и смотрите, какие наряды были представлены в этот день Вот таким вот был практически последний теплый летний день в Санкт-Петербурге 28 августа 2022 года Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok